Анатолий Кубанов У тебя большой программный текст уже вышел, ты там все сказал, у меня один вопрос. На твой взгляд, неожиданный прогноз Зиновьева и Рябининой, который был дан нам в интервью, насколько много людей разделяли этот прогноз, что могло так свершиться, что не выберут областмена вообще? Потому что еще неделю назад всем казалось, что дело решенное, однозначное и вариантов нет. Я думаю, очень мало людей разделяли этот прогноз, ну судя по тому, что я наблюдал в ЗАГС-собрании и даже судя по тому спору, который описан был между Артемом Скатовым и Андреем Жирновым, в котором они спорили, будет второй тур или не будет. При этом в исходе второго тура уже даже у них ни у кого не было сомнения. Жирнов предполагал, что будет второй тур, что в первом туре все не решится. Это был очень смелый прогноз, который вот даже Артем Скатов, будучи, так сказать, пессимистом в этом вопросе, со стороны КПРФ не разделял. И вот случился не только второй тур, а случился еще и третий тур. Нулевой. Нулевой, да. То есть все закончилось. Поэтому этот прогноз, он, конечно, не разделялся, но не исключено, что часть депутатов могла подумать, что это не плохой выход. Это не интересная мысль. Слушай, вот еще второй такой вопрос сразу быстро по ощущениям. На твой взгляд, достаточно ли было вообще кандидатов представлено для нормального выбора? Потому что то, что во второй тур вышли Осипов и Воронкова, каждый из которых имеет как рейтинг, так и достаточно большой антирейтинг. То есть было ли достаточное количество серьезных кандидатов, за которых вообще голосовать можно было? Нет, там вопрос, по-моему, стоял не так. То есть понятно, что кандидат от коммунистов имеет очень мало шансов на прохождение, независимо от того, кто это. То есть это, потому что, ну, это вопрос политический, и тут даже Единая Россия, она, ну, то есть одно дело, там, как-то, ну, как-то создать интригу, там, как-то не допустить избрания Осипова, ну, кандидата, выдвинутого губернатором. То есть главная причина была именно в раздражении части единородцев, мне кажется, и в том, что они ассоциировали Осипова с Козадоем, с вице-губернатором. Нет, это правда. То есть я имею в виду, вот если, допустим, на месте Воронковой был бы Жернов или там? Да, даже было бы хуже. То есть Воронкова, она нейтральная, она беспартийная, она женщина симпатичная. При этом она достаточно во многих конфликтных ситуациях оказывалась, в том числе и с депутатами, и не факт, что все были готовы именно ее поддерживать. Ну, и Жернов тоже оказался во многих конфликтных ситуациях. Ну, вот показательный, кстати, водораздел между Воронковой и Антоновым. В 24 голоса. Вопрос в том, почему единороссы голосовали за Воронкову, а не за Антонова, которого вроде бы тоже выдвинул единоросс. То есть, ну, видимо, потому что Антонов, он политизированный, во-вторых, он кажется, ну, то есть так, чисто теоретически, кажется более опасным на этом посту для системы власти, для единороссов, тех же самых, чем Воронкова. То есть, Воронкова при всей своей конфликтности иногда и, так сказать, готовности вступать в всякие такие вещи, она, тем не менее, человек более-менее системный, с которой все-таки понятно, как в конце концов договорятся. Хорошо. Анатолий Викторович, вы когда выдвигали Инессу Рябинину, тоже не самого однозначного человека в общественной жизни, вы на что рассчитывали? Просто поучаствовать? Или вы надеялись, что там в каких-то раскладах те же единороссы смогут у нее проголосовать? Нет, Жень, мы, как реалисты, были, конечно, убеждены, что шансов на победу нашего кандидата вне зависимости, кого бы мы не выдвинули, даже если бы это был лауреат Нобелевской премии в области мира, вряд ли бы, ну, такой политический расклад, чем в ЗАГС, вряд ли бы представителя от нашей фракции поддержала бы большинство. Поэтому для нас самое важное было обозначить свою позицию, обозначить свою линию. А учитывая, что православные общественные организации исторически являются нашими партнерами и очень активно нас поддерживали в той пресловутой битве против Гельмана, конечно, для нас очень разумно и естественно было поддержать их выдвиженца, в данном случае Рябинина. Так что такой морально-политический долг, который мы обязаны были выполнить перед нашими партнерами. — Хорошо, на ваш взгляд, ну, то есть, тут можно спорить или не спорить, по факту оказывается, что 33 человека во втором туре поддержали Осипова, а фракция «Единой России» насчитывает, по-моему, 50 человек, а на сессии было около 40. И не факт, что все 33 человека, отданных во втором туре, 33 голоса, отданных в первом туре за Осипова, это все единороссы, да, а во втором, сколько, 37 было? — 37, да. — 37, что это тоже все единороссы. Вот, на ваш взгляд, какое количество, примерно, фракции откололось, да, и проголосовало не так, как нужно? И как голосовала ваша фракция во втором туре? — Вот, Женя, на вчерашней сессии присутствовало, насколько я вот помню, по этому монитору, по отчету счетной комиссии, 41 член фракции «Единая Россия». Из них, ну, как минимум, получается, сколько, 8, да, человек голосовали за кого угодно, но точно не за Осипова. Все это указывает на накопившиеся внутренние противоречия внутри нашей правящей партии. По большому счету, мы вот с Алексеем уже говорили накануне, что своей статьей он исчерпал тему беседы, потому что он очень верно вывел основной признак, вот, который заставляет лихорадить наши региональные элиты. Это фрондерство, ну, определенной части депутатов внутри «Единой России». Причем очень правильно Мазур указал, что это не носит какой-то философский, мировоззренческий, там, оппозиционный характер, а это носит именно вот характер такой боярствующей фронды, который преследует те или иные свои частные, либо клановые интересы, не получает поддержку, ну, в каких-то своих, может быть, коммерческих, либо других личностных проектах со стороны губернатора, и таким образом, ну, вот, мелко пытается вредить, то есть такой тихий саботаж родоплеменной знати в отношении нашего губернатора. Вот это очень верно Мазур охарактеризовал. Ну, вот, что и явилось, вот, причиной вчерашнего такого голосования, неожиданного во многом для опытных депутатов, которые все равно полагались, что какого-то административного нажима, какого-то призыва, вот, к единению партийных рядов будет достаточно, чтобы все-таки единороссы проголосовали сплоченно. Но, видно, не хватило вот каких-то аргументов, чтобы предотвратить вот этот маленький вот этот бунт такой. Вы-то во втором туре, вы поддержали Осипова? Или вы свободно голосовали? Мы из-за того, что не хватало времени определиться в перерыве, решили, что каждый будет в нашей фракции голосовать, исходя от своих личных симпатий. То есть были публичные слушания, все члены нашей фракции присутствовали, и у кого-то сложилось какое-то свое впечатление. Либо это Осипов, либо это вот благородная женщина от КПРФ, поэтому здесь мы никаких установок не давали, то есть нам не было смысла идти в ноги. Поэтому голосовали вольно. Не очень понятно, что будет дальше. То есть есть несколько вариантов развития событий. Что будет? Будет попытка репрессии, то есть вычислять этих людей, вызывать их, пытаться оказывать давление. Будет попытка переговоров и нахождение какой-то новой компромиссной фигуры. Где эту фигуру вообще искать? Будут ли возвращаться к кандидатуре на Нижний Николаев и так далее? На ваш взгляд, какие сейчас шаги у правительства будут? Жень, мне сложно прогнозировать шаги Юрченко, потому что наш губернатор человек очень решительный, и у него сформировался свой политический стиль, почерк, когда он непредсказуем, внезапно делает какие-то рокировки, ходы. Поэтому, на мой взгляд, было бы вполне естественно опять выдвигать кандидатуру Осипова. Объясню почему. Я убежден, что на вчерашней сессии победил губернатор, но проиграла Единая Россия. Это как так? Объясню. Губернатор, как современный динамичный политик, обратите внимание, не стал навязывать депутатскому корпусу какого-то крупного партфункционера с Единой Россией. Либо своего какого-то чиновника с областной администрацией. Он прислушался к мнению общественных организаций, так называемых институтов гражданского общества, когда уважаемые активисты гражданского общества предложили ему те или иные кандидатуры. Одну из них, наиболее приемлемую для него, он выбирает и выдвигает. На мой взгляд, это огромный прогресс. Это показатель высочайшей политической культуры и демократии именно в Новосибирске. И поэтому здесь, я считаю, 12 голосов, ну это хороший перевес, то есть он победил. То есть я правильно понимаю, механизм такой. Еще раз выдвигается Осипов, и несмотря на тех людей, которые так и не голосовали, их вообще никак не трогают, ничто с ними не делают, а просто мобилизуют посписочно всех депутатов, в которых они уверены. Они приходят себе на сессию, вовремя голосуют, все заканчивается и уходят. Да, да. А как бы репутационно здесь урона нет, то есть один раз человека прокатили, его выдвигают опять и там ни на что не смотря продавливают голосование. Ну, на мой взгляд, это последовательность. То есть если бы он как-то разгробно проиграл, то есть да, вы были бы абсолютно правы, но было бы очень некрасиво, набрав 7 или 12 голосов, еще раз проявлять какое-то упорство, упрямство такой ослиной и выдвигать этого кандидата. Это была бы ошибка. А когда ему не хватает буквально 3-4 голоса, и во многом мы понимаем, что это технологические проблемы, отсутствие явки, почему бы еще раз не выдвинуть Осипа? Я предлагаю рассмотреть вот какой еще аспект. Это прошедшие выборы омбудсмена как модель того, как могут развиваться выборы в будущем году, например. Потому что когда вся эта история начиналась, предполагалось, что это вообще будет легкая прогулка, что кого-то выдвинут, изберут, легко пройдет через ЗАГС-собрание, никого интереса никого-то не вызовет, потому что понятно с тем, что пост не очень важный и непонятно сможет ли он быть эффективным в принципе. И вдруг начинается какая-то шумиха, начинаются кандидаты независимые, начинаются голосования на сайтах. И мало того, эта борьба заканчивается, ну скажем так, не победой власти, а, ну скажем так, ничьей. И понятно, что выборы в следующем году, как они пройдут, во многом зависит от того, насколько они будут тихими, спокойными или наоборот шумными. То есть это, на мой взгляд, принципиальный вопрос для того, удастся ли избраться действующему мэру или другому кандидату в Единой России. Потому что если все будет тихо, спокойно, явка в 12%, то все понятно. Это вопрос, опять же, лояльности элиты. И это, кстати, да, это второй пример после выборов в марте, где мы видели, как официально выдвинутый от Единой России кандидат на округе, и против него шли самодвиженцы, на которых работали представители той же элиты Единой России, да, и как минимум способствовали выдвижению одного и работали технологически в штабе другого. Соответственно, на выборах мэра то же самое. Не волочится ли так, что официально выдвинутый от этого самодвиженец какой-нибудь вдруг, окажется из чувства противоречия поддержан частью Единой России? Да, для того, чтобы сработал этот механизм тихих, спокойных выборов с низкой явкой, нужно два условия. Первое, чтобы не была разогрета обстановка в городе, ну, чтобы в целом народ был так, более-менее спокойный. Это одно условие, чтобы не было такой острой ненависти к действующей власти, как было, например, в Бертике при выборах, когда победил Потапов. А второе условие, чтобы было единство элиты, чтобы не появилось сильных конкурентов. Потому что сильный конкурент уже даже при существующей, так сказать, обстановке уже внесет гигантские риски для, так сказать, перезвивания. И что показывает прошедший выбор в ЗАГС-собрании, что надеяться на единство элит-то как-то... Да, не приходится. Нет, тут прав еще Илья Пономарев в том, что многое здесь от того, кого выдвинет Единая Россия. То есть первый этап выборов, мы все понимаем, пройдет на этапе выдвижения кандидата от Единая Россия и от губернатора. То есть ты предложил рассмотреть, да, как модель? И что? И вот какой урок можно извлечь из голосования в ЗАГС-собрании? Что нужно всех сечь розгами или что делать? Ну, тот урок, что в текущем состоянии, то есть что рассчитывать... Если ставка делается на тихие... Ну, то есть можно одно дело рассчитывать на тихие и спокойные выборы с низкой явкой. А можно такое дело понимать, что это будет... Или нет предсказуемости, да, бурной компанией, что вот имеющимися механизмами, которые в данный момент имеются, опробованные и продюрируемые, что ими одними не обойтись. Потому что на самом деле избирательную компанию можно выиграть и в реальной борьбе, да. Но это должно быть совсем другое, чем то, что применяется обычно. Когда у нас же, собственно, вся избирательная компания сводится к чему? Многократно показывать главного кандидата по всем телеканалам, отклеить все плакатами. Это все не сработает. Ну, то есть это, конечно, сработает, но этого не хватит, если явка будет больше 30%. Вот ощущаешь ситуацию политическую, да, и отталкиваясь, вот ну как, от мини-модели, то, что вчера произошло, да, раскол внутри Единой России, скорее всего, получится громкие, да, во многом непредсказуемые выборы. Я думаю, что общий разогрев идет, и он вряд ли остановится. То есть вот эта трещина, которая возникла, да, в монолите правящей партии, вот региональной элиты, будем так говорить, она будет только увеличиваться по мере приближения выборов мэра. Этот вопрос всем набил оскомину, но мы не можем игнорировать его. Да, если 10 марта многие воспринимали как поражение полпредства на шахматной доске вот этой, то можно ли голосование по МВСМЭНу воспринимать как победу полпредства? И на ваш взгляд, насколько велика там роль помощников полпреда? Все-таки, Евгений, я убежден, что вот эта победа была губернатора Юрченко и проигрыша Единой России. Потому что я говорю, губернатор молодец, потому что выдвинул именно общественниками. Поэтому, конечно, наверное, где-то присутствуют вот эти старинные товарищеские связи там с окружением там вот ряда чиновников полпредства и ряда депутатов-единоросов. Конечно, каким-то образом это коррелируется с происходящими процессами внутри Единой России в ЗАГС-собрании. Но все-таки вот вчера я считаю, что это не та история. То есть это технологический сбой, это не политическое, да, некое событие? Это да, некому вот группе депутатов внутри Единой России надо было показать свое вот, ну, некое вот такое, сказать свое ФИИ в адрес губернатора и его окружения. Полпредства, я думаю, нет, там не играло все-таки решающей роли. Но вот возвращаясь к теме выборов грядущих мы... Я к этому тоже... Конечно, это бы, ну, вот это вот все может сыграть такую роковую роль для Единой России, для правящей пары, для всех элит, когда заигравшись, они раскачают лодку до такой степени, что выскочит оппозиционный кандидат, чему мы очень рады, как справедливая Россия. И, скорее всего, он победит. И здесь, конечно, надо набираться какой-то мудрости политической, какой-то зрелости управленческой. И на сегодняшний день политическому классу Новосибирска, чиновничьему корпусу, конечно, надо нарабатывать базу взаимного доверия. Вот на фоне того раскола, который сейчас происходит, там, в ЗАГС, собрания, полпредства, областного правительства... Он уже наметился, когда появилась информация. Здесь сразу возникает интересный новый фактор, новый имеется где-то в течение последних 7-8 лет, вы как политологи, как эксперты поймете, о чем я говорю. То есть роль и значимость теперь городской управленческой элиты. То есть первую скрипку на этих выборах будет все больше и больше играть вот эта вот городская политическая машина. То есть если до этого мэрия Новосибирска с ее системой интересов, каких-то аффилированных структур общественных, либо бизнесовых, играла все равно некую роль вторичную в политическом выборе, губернатор сказал, Кремль определил, то на фоне раскола групп влияния регионального, конечно, значимость этого сегмента власти муниципального, их корпорации... Как стабильного и наиболее единого. Да, да, наиболее единого, повязанного цепью общих интересов служебных, общественных, там может каких-то финансов. Вы имеете в виду уровень вице-мэров, глав районов. Да, 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 начальников управления, то есть и вот здесь они, достаточно сплоченные, сработанные, привыкшие твердо стоять на земле, могут оказаться серьезным фактором грядущих побед. И понимая, что они не слышат какого-то внятного сигнала в свой адрес, в адрес их корпоративных интересов, и понимая, что в доме Облонских все смешалось, то есть губернатор... Чумана оба ваших домов, в общем, да. И они могут сыграть, да, в самостоятельную игру, и вот это будет... И кто станет их кандидатом? По идее, действующий мэр? Я думаю, скорее всего, из своей среды они кого-нибудь делегируют, либо сделают ставку на одного из вот кандидатов. В случае, если Единая Россия не сплотится, то есть вот то, о чем Алексей говорил, если они подойдут к старту выборов в ситуации, вот то, что мы видели, правильно вы говорили, по 18 округу, Ну, это же просто дурной тон, дурновкусие, когда одна партия правящая одномоментно ведет и убийц, и убиенных. То есть, ну, что за такая политика? На уровне города это будет просто трагично для Единой России, для правящего класса. И тут, конечно, вот сплоченный класс муниципальных чиновников может сыграть свою игру. Я думаю, что этот класс, он поднатарел очень сильно в бюрократических играх, но политического опыта у него совсем нет никакого, потому что они всегда были под... Да-да-да, как всегда были. Стоп, а кто разнарядки-то выполнял на выборах мэра? Главы районов обеспечивали голосование. Первый раз вот Виктор Ильич Казадой на выборах президента отказался от этой системы, а старая система, она же на этом была построена. Нет, ну, во-первых, она нас сбоила уже, потому что от нее отказались. Это же известный случай, когда глава одного из районов говорил, что все нормально, я все обеспечу себя, и получил победу коммунистов. Знаем мы этот район. Тотально. Во-вторых, это не есть политическая игра людей загнать на избирательные участки. Политическая игра, это они начнут, то есть, во-первых, им надо как-то собраться, понять ситуацию, свое место в этой ситуации, определиться с кандидатом, пытаться его выдвинуть, я думаю, даже до этого не дойдет. А дальше этого кандидата накроют сверху, скажут, а нет, от Одиной России пойдет другой. И у них станет простой вопрос. Идут они против Одиной России или не идут. И на этом они все поломаются, и, так сказать, все закончится, эта игра. Ну, не такая.